салам алейкум добро пожаловать забыл сделать оповещение в телеграме сделаю это прямо сейчас так я там сделал с этим с микрофоном немножко поколдовал сейчас должен быть звук я надеюсь у нас нормально да давайте-ка сделаем стоп-кадр у нас так как у нас сегодня новая рубашка нам нужен стоп-кадр для рефью окей отличный звук теперь вот там все удалось удалясь давайте даже чуть-чуть наверное потише я сделаю да потому что я вижу тут на красные зоны у меня звук уходит вот так наверное мы его оставим алейкум ассаляму рамс лабаракату черкеско-бардинский добро пожаловать брат там сама комеда лханова поймали я в курсе ок верно я в курсе если у тебя была шапка невидимка чтобы ты сделал слушая бы частенько напрягал этих товарищей дома делая селфи на фоне резиденции в резиденции на проспекте я бы конкретно троллил конечно том что как понять руслана курбанова он вроде бы выступает против российского империализма а сам признает оккупацию абхазии неделю там гостит и хвалит абхазскую власть а он выступает против российского империализма разве что-то я с тобой не согласен эй чили n просто задонатил баракаллаху виг том что там отчика тирка облажались только не частенько это делают так что человек это только облажались это вообще не новость япон ассаламу алейкум брат рад тебя видеть в алейкум ассаламу араму талла баракату баракаллаху фейк брат я тоже очень рад тебя видеть будем сегодня троллить и бон латвия ну и шью best my friend god bless you thank you very much latvia thank you so much япон как там все не обязательно расскажи нам как обстоят дела у мистера ахтаева как он там выживает только я тебя прошу без без вот этих вот подробностей а можно чуть-чуть как-то завуалированно это подать чтобы я мог это зачитать в эфире там за видел новое собрание кодырова нет друзья я сегодня ничего не видел меня просто не было это времени поэтому нет если он сегодня с кем-то собой собирался то это прошло мимо меня про пытки не получается посмотреть пишет что доступ ограничен я в курсе насчет этого наверное с этого и начнем давайте значит для начала поздороваемся бисмиллаху альхамду лиллаху ассалату ассаляму аля расулинах ва бак ассаляму алейкум рахматуллах значит по поводу ролика гулагу нет последний ролик который они выложили с этими пытками они ограничили к нему доступ причина мне неизвестно непонятно я не знаю там написано что сам автор ограничил к нему доступ не youtube его заблокировал по какой причине они это сделали пока они вроде бы не объясняли ну наверное они скоро пояснят я надеюсь или восстановят доступ к этому ролику на самом деле я вам честно признаюсь после просмотра этого видео кадры оттуда просто не покидают мою голову это постоянно мелькает перед глазами я реально получил психологическую травму вот реально человек я человек который как бы немало видел и как бы две войны много чего на самом деле видел своей жизни но даже меня это очень серьезно как бы впечатлило и реально моя психика сломалась реально поэтому по хорошему я должен был бы не рекомендовать вам смотреть это но это то видео которое как бы надо посмотреть если вы его не посмотрите если вы тоже не сломаете себе эту психику вы не поймете весь масштаб происходящего в этих российских тюрьмах это надо как бы увидеть поэтому я надеюсь что они восстановят этот доступ к этому ролику и я надеюсь что вы его посмотрите только детям его реально смотреть нельзя детям это ни к чему взрослые это должны посмотреть должны это увидеть чтобы знать как издеваются в этих российских тюрьмах колониях над заключенными было бы хорошо если бы это все еще посмотрели бы европейские чиновники тоже сломали бы к себе себе психику чтобы знали когда они отправляют людей экстрадируют их в россию отдают там когда депортирую тех кто затем будет нам осужден чтобы они знали что с ними там будут делать каким образом в российских тюрьмах издеваются над заключенными как там построена вообще эта система что это за люди и существа бесы которые там сидят как каково это как может человек это делать я не знаю это очень-очень тяжело я вот сидел и обдумывал я думал что бы я вот с ними сделал с этими людьми какое им за это наказание как их можно за это наказать а я даже не знаю как как за это наказать это как ты так за пределами понимаете вселенной разума то где-то вообще я представляю это ведь только то что мы с вами увидели то что попало понимаете на этот на камеру то что они специально снимали чтобы таким образом шантажировать я начинаю представлять себе а что происходит вне вот этой вот камеры вне нашего внимания то что мы с вами не видели сколько всего происходит я потом начинаю задумываться а представьте что они делали российские солдаты что они делали над нашими пленными что они делали с нашими женщинами вот эти вот истории которые рассказывают заключенные что в соседней камере там насиловали наших женщин что они это все слышали наши женщины кричали что эти вот сегодняшний вот эти сотрудники эти вот герои россии как они покрывали как они наблюдали за тем как эти российские солдаты насилуют наших женщин в чеченских женщин и и охраняли как сказать покой этих российских солдат сколько таких историй они ведь это все знают ведь когда они насиловали наших женщин включали специально рации чтобы наши воины могли слушать как насилуют наших женщин они включали к эти рации и транслировали это в радио эфире но ведь это также слышали не только наши воины это ведь и сегодняшний вот эти вот кадыровские полицейские там его гвардии полки и шмалки всякие вот эта вся кадыровская элита они ведь тоже это слушали они ведь тоже знают что это все происходило понимаете когда ты вот эти кадры посмотришь когда ты увидишь что что они там творят то что выложили гулагу нет у тебя сразу вот эта картина вся как будто бы ты все все это видел сам слышал сам у тебя все это перед перед тобой прям оживает это все понимаете поэтому очень важно я я все таки прошу чтобы я надеюсь что они его разблокируют я хочу чтобы вы его все таки посмотрели сломали себе психику но это надо сделать и самое интересное что кадыровская пропаганда вообще ни словом ни делом никак это не комментирует последнем ролике которые выложили гулагу нет вот тот ролик о котором я говорю который ломает психику там чеченцы тоже фигурируют там чеченцев тоже ломают вот таким образом и нет никакого комментария где ты хранитель корана служитель ислама где твои хотя бы как-то прокомментируя это ладно там с с этой симоньян у тебя не получилось пришлось дать заднюю здесь скажи слово как-нибудь я не знаю вы выступи что-нибудь скажи что нет слабо почему такие вещи вы никак не комментируете почему твоя пропаганда не скажет ладно ты может быть тебе нельзя пусть твоя пропаганда хотя бы об этом скажет пусть как-то осветит эту ситуацию так друзья я как я успел вам немножко сказать я вообще не сегодня ничего не смотрел ничего не видел я не успел никак подготовиться так как я весь день был сегодня в дороге так что я не подготовил никаких тем у нас сегодня будет лайтовый эфир просто будем с вами общаться давайте вопросы ответы темы предлагаете будем обсуждать гулагу нет быть добру говорит лилу благодарю тебя лилу ипон да что касается ахтаева то есть новость в общем у него теперь погоняло гудок так его даже натиратели называют у него даже постоянный сокамерник появился по кличке трубочист томсо прокомментируй про назначение няньки абдул-керима идилова секретарем главы это это секретарше он стал я правильно понял я вообще не в курсе я не знаю каким там секретарем его сделали если сделали ну значит пора было уже сколько он там лет нянчил его детей теперь пора его куда-то пристраивать ему для этого видимо этот фейковый бой до организовали заплатили этому бедному боксеру которому запрещено было вообще везде выступать это был реальный его шанс заработать немножко денег ему заплатили таким образом видимо перед тем как назначить секретарем нужно было нужен был нокаут сделали этот нокаут и назначили его секретарем тумсо привет ты был неправ насчет за кавказе в одном языке даже не хочу это обсуждать просто ноу-коммент что-то вам не нравится по поводу моих слов про кавказа кавказе но я вам ничем помочь не могу учите географию историю этногенез и так далее здесь у нас с вами разные взгляды вы меня с места не сдвинете в этой теме это я вам отвечаю даже не пытайтесь тумсо слышал новость что чеченский парламент хочет внести законопроект который запрещает упоминание национальности преступников давно пора зачем это вообще упоминать и как будто кавказцы не россияне я не слышал насчет того что парламент там что-то хочет внести но в государственной думе я слышал что там уже идут какие-то разговоры на эту тему делимханов там что-то разразился в отношении симоньян в общем грызутся сейчас там разные видимо башенки кремлевские между собой грызутся ну раз кадырову там показали на свое место делимханову тоже покажут здесь шансов у них никаких нет так что будет ли там этот законопроект продвинут запретят ли они называть национальность ну не знаю не знаю я не умею делать прогнозы хотя они в принципе национальность не называли они просто называли регион да выходить оттуда выходить отсюда может быть это тоже запретят посмотрим по всему снг стали известны пытки но даже после этого власть россии ничуть не обеспокоилась им плевать прекрасно знаю что граждане послушные рабы если вы посмотрите этот ролик вы поймете что это такая ситуация когда скандал должен быть на таком высоком уровне это не тот не тот случай когда должны наказать там вот этих вот непосредственных насильников и начальника колонии ответственного я не знаю как у них называются эти должности это ситуация когда во всей стране просто переполох может произойти когда я не знаю там президенты бывают должны уходить в отставки ну как минимум министр или как там там руководитель этой службы в син должен уходить в отставку это 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 просто я не знаю я у меня нет слов и как я не могу подобрать слова под эту тему это очень тяжелый кадр тумсу а правда что у вас аппараты стоят со снюсом прям можно купить как сок я не знаю как их можно купить но такие стенды в магазинах стоят с этим снюсом это правда здесь в швеции это очень популярная вещь и и как бы и мужчины и женщины все употребляют этот снюс и он считается как ну как сказать допустим для курения есть отдельное место да отведенное место не будет же так что ты сидишь допустим в кабинете или на встрече такой и куришь а вот снюс это такая вещь они могут сидеть на деловой встрече там совещание какое-то идет а не раз этот снюс прям во время процесса его закидывают или убирают очень популярная тема я почти на всех допросах которые у меня были в полиции там в СЭПО где угодно на интервью журналисты все я наблюдал они все употребляют и делают это прямо во время процесса салам алейкум ты зря так думаешь что последний бой по боксу няньки и детей кадырова постановка это называется ахмадская сила она пробивает все я бы даже сказал все 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 кстати этот кадыровский боец который говорил вот это все 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 как его зовут салман по моим жамалдаев фамилия у него его задержали в аэропорту внуково кажется по подозрению в перевозке наркотических средств каких-то ну а салам в Томсо, в 2024 пройдут выборы, как думаешь, пойдет Путин на еще один срок, если это возможно? Слушай, если они к тому времени не придумают какую-то новую фичу, типа, там, я не знаю, союзное государство, что-то такое, то, конечно, пойдет. Неужели вы думаете, он такой взял и в какой-то момент, как Ельцин, такой, я ухожу? Ну, да не, Путин, я думаю, не тот человек. Я думаю, Путин будет до последнего, либо его уберут, либо он умрет. Так, по доброй воле, он оттуда вряд ли уйдет. Но, как вы знаете, я прогнозы делать не умею, не люблю это делать, это чисто так мое мнение. Томсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции, или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Ну, квартиру и машину, наверное, не может позволить себе, бедные люди тоже наверняка есть, но здесь очень хорошо устроена вот эта вот социальная сфера, и прожиточный минимум тебе обеспечат, то есть социальные службы. Вообще, в Швеции это такой гибрид капитализма-социализма, коммуны, они здесь играют очень важную роль, коммунизм, как вы знаете, от слова коммуна. В общем, машины, там какие-то дорогие гаджеты, все подобное они наверняка себе позволить не могут, но квартиру, жильем их обеспечат, то есть бездомных я здесь вообще не видел, жильем их обеспечат, прожиточным минимумом их обеспечат. Остальное шиковать они, наверное, уже не смогут, если хотят что-то покупать, машины, квартиры и так далее, им придется работать, если будут работать, тогда смогут. Если человек работает, то для него открываются все вот эти вот блага, которые есть во всем продвинутом мире, типа рассрочки, там всякие кредитования, ипотеки, ну под благами я имел в виду не ипотеку, не кредиты, не выносите мне, пожалуйста, такфир, я имел в виду всякие социальные льготы, поддержка государства, это все здесь есть для работающих людей. Но если ты не работаешь, то тебя будут просто давать вот этот прожиточный минимум и постоянно тебя будут мотивировать, чтобы ты работал, если тебя так просто так же тоже не оставят, типа давай вот на социалке, пока не умрешь. Нет, здесь будут постоянно тебе напоминать, тебя будут напрягать всячески, будут создавать тебе условия, чтобы ты слез с иждивения и стал работать, если ты работоспособный. Если не работоспособный, если инвалид, допустим, или пенсионер, то в тебе никаких претензий, ты можешь здесь кайфовать, ты будешь полностью обеспечен. Скажи, пожалуйста, смотрел недавно ролик на ютубе, где говорится, что с Чимаевым вы общались и что он говорил, что поддерживает тебя и твое дело. Нет, это ты какой-то фейк-ньюс смотрел, это неправда, с Чимаевым мы не общались. Салам Тумсо. Полчаса назад сборная Грузии по футболу выиграла у шведов 2-0. За кого болел? Я не знал об этом, Гиги Суладзе. Я не болельщик, за футболом не наблюдаю, так что я даже был не в курсе, пока ты об этом не сказал. Снюс это сила. Кстати, тебе привет из Бельгии. И говорит, привет, Бельгия. Насчет снюса не знаю, не пробовал, не употреблял. Тумсо, ты не подготовился к эфиру, потому что ездил за рубашкой? Ну, можно и так сказать. На самом деле, рубашка это был такой бонус моей поездки, просто я, поскольку я уже поехал по делам, у меня сегодня была встреча с... представителями шведской власти, и... Ну, заодно решил зайти в магазин, пока у меня была пересадка. Зашел в магазин, прикупил себе рубашку, еще одну кофту. Использовал, короче, время с пользой для дела. Тумсо, академик не прокомментировал эту тему, потому что они там с бутылкой тоже насилуют, и это для них в порядке вещей. Ну да, это одна братья, одна бригада. В принципе, ты прав абсолютно. Их методы. Те, для кого посадить на бутылку пацана было нормально, для них эти кадры, наверное, будут тоже абсолютно нормальными. На них они не окажут этого, вот этого влияния, которое они оказывают на нормальных людей. Недавно видел видео о твоей встрече с Эрдоганом. Отскажи о результатах, Кит. Друзья, я надеюсь, большинство, по крайней мере, понимает, что все это неправда, это все фейк-ньюс. Хотя, конечно, на полном серьезе мне иногда задают такие вопросы. Люди меня реально уже мнять такой птицей крупного полета, что я там с Эрдоганом могу встречаться. Но нет, друзья, я всего лишь блогер. Я небольшой, такой маленький раб Аллаха. Одно дело, когда тебя в лагерях ломают, бьют, пытают, но когда тебя насилуют и издеваются таким образом, это в тройне уничтожает человека морально, физически, психически. Они же для этого это и делают. Учитывая еще вот эти понятия, да, эти зоновские, по которым живут в этих тюрьмах. После вот этой процедуры человек уже все, как бы ничтожество, да, он сразу уходит в эту низшую касту. И представьте просто, каково это, да, там, те, кто, которые сидят на 20 лет, 15 лет, они должны огромную часть своей жизни провести уже вынужденно, да, незаслуженно в какой-то низшей касте. Короче, чем больше над этим думаешь, тем больше это ломает твою психику. Потом все, если христианин назовет своего сына или дочь арабским или чеченским именем, с них не спросят потом. Мне нравится несколько ваших имен, я русский. Кто с тебя спросит? Свободный человек, живущий в свободном мире. Ты можешь давать имена, которые тебе нравятся. Конечно, не спросят. Продолжение следует... Также приветствую Хасана Халитова. Ассаляму алейкум, брат. Береги себя. Так, Хасан Халитов сейчас ответит. Тумсо Чимаев вышел на бой под песней Муцараева и выложил в инсту, как мальчик поет гимн чарей. Что ты думаешь? Ничего не думаю. No comment. Я не знаю, как это комментировать и что по этому поводу думать. Тумсо, как вы прокомментируете случай изнасилования мигрантам шведки? Но когда было доказано, что на момент изнасилования он был несовершеннолетним, ему выплатили компенсацию 800 тысяч шведских крон. Я не слышал об этом. Я не в курсе. Если такое даже случилось, ну а за что ему компенсацию-то выплатили? Я не знаю. У меня нет объяснения этому делу. Надо спросить у моего адвоката. Наверняка он в курсе. Думаю, русские законы нужно менять. Люди специально изнасилованные не должны приравниваться к насильникам и педофилам, то есть к пущинам. Но тут мы с вами точно не повлияем. Эти законы, они как бы не в нашей компетенции. Но вообще, конечно, это абсолютно несправедливо. Подобные вещи, они несправедливы, конечно. Дагестанец. 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 Кстати, он в прошлом эфире тоже задонатил 500 долларов. Он сейчас опять задонатил 500 долларов. Тумсо салам от всех дагестанцев Европы. Делаем дуа, чтобы Кавказ был единым и свободным. Со своей стороны ты делаешь все, что можешь. Подгоняем очередную порцию финансов. Бараку влаху фейкум, братья дагестанцы. Пусть Аллах воздаст вам благом. Кстати говоря, сегодня я случайно познакомился с парнем из Осетии, которого зовут Руслан. Если ты смотришь меня, Руслан, тебе привет. У меня было мало времени, но мы успели несколько минут с ним пообщаться. Он уже сказал, что лет 8 живет в Швеции. Сам родом из Осетии, но, говорил, мать, по-моему, то ли жила у Русмартани. В общем, какая-то связь была с Урусмартаном. И очень здравый парень, здравомыслящий. Я пригласил его в наши чаты ночные, которые мы проводим. Либо у меня на канале, либо у Хасана Халитова. Кстати говоря, сегодня у Хасана Халитова мы будем, иншалла, после эфира. Я смотрел, он запланировал голосовой чат, по-моему, в 21.30, как раз когда у меня закончится этот эфир. Так что, приходите все. Я приглашаю туда всех особенных. Хочется там видеть наших братских людей, из наших братских народов. Чтобы мы все там общались, обменивались мнениями. Это сейчас нам очень необходимо. Тумсо, да продлит Аллах твою жизнь, как продлил твоему дедушке. Амин. Баракаллаху фейк. Мой дедушка прожил 108 лет. Ну, по разным версиям. 108, 106. Никто точно не знал его даты рождения. Но он больше 100 лет, короче, прожил. Поэтому он мне желает. Баракаллаху фейк, брат. Мартан Хо. Тумсо, ассаляму алейкум. Мокш, мэр, шуу, гил, хо, хасан. 21.30, телеграмм будет тоже, иншаллаху. Алейкум, ассаляму аминь. Баракаллаху. Да, все верно. Я, может быть, ну, я точно не сразу присоединюсь. Но чуть попозже я, иншаллах, присоединюсь. Скажите, пожалуйста, как мне связаться с вами по телефону? Никак, Мария Плотникова. Это невозможно. Мне можно написать или отправить голосовое сообщение или видео, или любые материалы, которые вам интересны. Можно отправить на бот обратной связи в телеграм. Здесь есть ссылка на мой телеграм-канал. Переходите на него. Там уже в описании вы найдете бот обратной связи. Можете написать. Если вам неудобно писать, можете прислать голосом. Но позвонить мне, обменяться телефонными номерами, нет. Это невозможно. Если Ахмад Акадырова убил Кремль, зачем после него назначить Рамзана Кадырова? И почему Рамзану позволяется намного больше, чем остальным российским комбинаторам? Наверное, за смерть отца, за убийство отца перед ним чувствуют свою вину, и поэтому ему дают больше, чем остальным. Как тебе такая версия? В том, что правда, что вы тюркофоб, говорит, нет, неправда, Уальтер Уайт. Это неправда. Теперь ждут, пишут я с Эрдоганом, встречаюсь, очень серьезные вопросы, решаю, как я могу быть тюркофобом. Тюркофобом. Скажите, пожалуйста, как узнать номер телефона Кадырова? Говорят, он помогает людям деньгами. Да, я тоже слышал, Мария, что он любит очень помогать людям деньгами. Напишите его... Можно написать его министру по делам, министру печати и информации, там чего-то, чего-то внешним связям. Можно написать директору ЧГТРК, можно написать прямо напрямую фонд Ахмата Кадырова, где... Можете сразу везде написать, БАС все равно везде заблокируют. Вам никаких денег не дадут. Но, по крайней мере, попытка у вас будет. Попробуйте. Расскажи про инцидент в Осло. В Осло на днях был убит чеченец, как оказалось, этот парень чеченец. Он был убит полицейским, и патруль... Полицейский патруль приехал, видимо, их вызвали. В общем, этот парень, он был, ну, неадекватен. Это был тот самый парень, который в 2019 году точно так же с ножом на мосту, помните, бросался на полицейских, но тогда его обезвредили с помощью электрошокера, который... И таким образом его задержали. Когда он предстал... Ну, когда он был уже под следствием, выяснилось, что у него есть психические отклонения, и ему было предписано принудительное лечение. Как он оказался сейчас на свободе, он сбежал или его отпустили, мы пока не знаем, я, по крайней мере, не видел этой информации. Но, в общем, так получилось, что он вышел оттуда. И далее вы видели, наверное, если кто не видел, я у себя в Телеграм-канале эти кадры опубликовал. Он полуголый, такой, с оголенным торсом, босиком, с ножом в руках. В общем, он очень агрессивно там себя ведет. И, видимо, приехавший туда, этот полицейский патруль, одна машина, то есть двое полицейских, они пытаются его как-то обезвредить. Машина его пытаются как-то сбить, потом придавить к стене. Но у них не получается, он, наоборот, вырывается и нападает на одного полицейского. И в этот момент, в общем, полиция применяет оружие и расстреливает его. По-моему, там выстрел в 6 или 8 они у него производят. После этого скорая увозит его, но он уже то ли в скорой, то ли в больнице, он, в общем, скончался. Тяжелая судьба по ходу этого парня. Отец был убит российскими оккупантами у нас в Чечне. Они, по-моему, родом с Гехово, если я не ошибаюсь. Был убит в Чечне. Мать еще с маленьким сыном, когда он был еще маленький, в начале где-то нулевых, она эмигрирует в Норвегию. Потом там ювенальная юстиция забирает его у матери и передают его в какую-то норвежскую семью. И, в общем, он воспитывался в этой норвежской семье. В общем, по всей видимости, у него еще с детства были какие-то психические отклонения на этой почве. В общем, как бы там ни было, это человек, который был неадекватен, поэтому какой-то ответственности за свои действия он не несет. Я просто выражаю слова соболезнования его родным и близким. Аллаху яшту. Брат, пусть Всевышний поможет тебе в твоих делах и пусть оберегает тебя и твою семью. Аминь. Аминь. Баракаллаху фейх, брат. У Кавказа был шанс в 90-х выйти. Не смогли. Сейчас государство РФ настолько сильное, что легко сможет задушить любую попытку стать независимым. Ну, видишь, это же переменчивая тема. Вот эта вот сила, она сегодня, да, ситуация такая, что мы вынуждены вот здесь вот просто об этом говорить, постоянно напоминать, чтобы эта идея, она горела в сердцах нашего народа, наших людей. Это все, что мы пока можем сделать. Сегодня, как говорится, даже костры в лесах Чечни уже не горят. Да, действительно, очень серьезно нас, конечно, подавили. Но эта ситуация, она очень переменчива. И примеров подобных в истории очень много. Поэтому главное, чтобы эта идея, она горела. Сейчас вот это вот важно сохранить. А когда будет удобный момент, мы им воспользуемся, иншаллах. У нас вот подобный период, он уже был в нашей истории не так давно. Это наша высылка и затем возврат из высылки. Это как раз вот ровно такой же период, когда страна была очень мощная. Любые попытки там какого-то разговора о своем суверенитете просто жестко пресекались. Людей там объявляли врагами народа, в ГУЛАГ и так далее. Это все было у нас. Но как только появилось вот это вот окно, возможность в 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х, воспользоваться шансом, да, и объявить свой суверенитет, мы им воспользовались. Вот сейчас мы находимся в таком же ожидании. И когда у нас такой шанс появится, чтобы мы им могли воспользоваться, нам нужно, чтобы вот эта идея была. Эта идея, вот хоть костры в лесах погасли, но в сердцах этот огонь ему нельзя дать погаснуть, он должен гореть. Поэтому сейчас наша деятельность, она направлена на то, чтобы вот этот вот огонь в сердцах, он не погасал. Бамутские авиалинии. Ассаламу алейкум, брат, ва алейкум, ассаляму рам. Бамутские авиалинии, вы не попали, не попадаете под санкции США и Европейского Союза? Сейчас я читал, что Европа и США готовят пакет санкций в отношении аэрофлота, и даже Turkish Airlines говорят в эту тему, как-то попали. Не знаю почему, возможно, потому что они работают с Беларусью, летают туда, и возможно, эти беженцы, которые сейчас штурмуют польскую границу, они, возможно, прилетают в Беларусь авиакомпанией Turkish Airlines, поэтому, наверное, ее пытаются тоже пустить под эти санкции. И я надеюсь, бамутские авиалинии не коснулись эти, не коснутся эти санкции. Так получается, не Ахмат, а Маргарита Сила. Симоньян, я бы сказал, Сила в этой конкретной ситуации, да? Симоньян оказалась Сила. Саламу алейкум, Томсо. Почему за бороду уже не дергают силовики лет пять назад за нее доставляли в отделы, ставили на учет, в том числе и ты, кому доставили проблемы? Алейкум ассалам. Ну, если быть точным, то уже семь лет назад. Шесть-семь лет назад. Я не могу точное дать определение, почему это произошло. Некоторые товарищи здесь, конечно, сказали бы, то есть, если бы я был как они, то я бы сказал, да это я это сделал. Но на самом деле нет. Я не знаю, что на них повлияло. Но в какой-то момент именно вопрос вот этих вот бород, они его как-то отпустили. И наоборот, сами все стали носить бороды. Это стало их визитной карточкой. Почему? Не знаю. То они ходили с этой линейкой, замеряли усы, сколько там миллиметров они у тебя. Их нельзя было брить, они не принадлежали тебе, они были государственные у нас усы. Бороду нельзя было носить на фоне сбритых усов. А сейчас что-то вроде как, смотрю, и усы сбривают. Короче, как-то отпустили они этот вопрос. А как к Хасану Халитову попасть? Мне тут пишут на бот обратной связи. К Хасану Халитову вы можете попасть, либо напишите просто в поиск Хасан Халитов, латиницей. Либо у меня на канале, я делал репост его канала. Вы сможете просто перейти и присоединиться. Кстати говоря, YouTube вводит сейчас ноу-хау, ну точнее решили они отказаться от дизлайков. То есть это не значит, что у вас не будет кнопочки дизлайк. Но теперь вы не будете видеть количество дизлайк. Вы сможете поставить дизлайк на видео, но вы не будете видеть, сколько человек поставили дизлайк. Это будет видеть только автор канала. И наконец-таки появилась возможность у ЧГТРК грязной отпустить этот вопрос и не скрывать лайки и дизлайки. Теперь ЧГТРК грязному не нужно будет ничего скрывать, потому что дизлайки мы все равно не увидим. Мы теперь увидим только количество лайков на видео. А так как дизлайки не видны, то их и скрывать смысла нет. Ну что, остается только поздравить с этим событием иллюзиониста, он ныне занимает должность директора ЧГТРК грязной ЧГТРК грязной, ЧГТРК Ахмадова. Принимай наши поздравления. Твоя работа стала легче. YouTube облегчил тебе твое время. А вы жалуетесь на американцев, на Google, все недовольны. А они о вас думают? Любая империя падает рано или поздно. Как считаешь, какой ряд событий должен произойти, чтобы РФ не смогла удержать свои республики? На самом деле, это такой круговорот, знаете. Одна империя падает, другая появляется. Эта падает, следующая появляется. Нельзя сказать, что все империи, они вот как бы исчезают, и вообще мир скоро будет без империи. Но не так. Просто они как-то видоизменяются, они принимают другой облик, но они все равно существуют, эти империи. Да, действительно, многие империи пали. Очень мощные. Казалось, что они никогда не падут. Настолько они были мощные. Но они пали. Появились новые. Они тоже сейчас очень мощные. И тоже кажется, что они никогда не падут. Но и они тоже падут. Появятся ли новые? Думаю, да, и новые опять будут появляться. И это будет такой постоянный круговорот до Судного дня. Тумсо, как оценишь настроение молодежи? Мы тоже на Северном Кавказе по отношению к России сейчас. Есть ли какая-то выработанная политика федеральной власти в этом плане или этим занимается местная власть? Настроение молодежи в отношении России, как я оценю? Я оценю это... Как на этот вопрос ответить, как я его оценю? Есть над чем работать, конечно. Я не могу сказать, что мы довольны тем. Но и не все так плохо. А что там у них по поводу политики? Ну, национальная политика, она формируется в любом случае в Кремле и уже оттуда спускается. А на местах, насколько они там ее тюнингуют дополнительно, это уже... Да, я думаю, конечно, тюнинг присутствует. Они ее тюнингуют. Но в целом концепция, она задается в Кремле. Это вот этими вопросами сейчас занимается Кириенко. Вопросами внутренней политики. Тумсо, это твоя заслуга, что нам разрешили носить бороду 100%? Спасибо тебе. Нет, это неправда. Это неправда. Я же говорю, здесь... Если следовать примеру некоторых людей, они любят любые вещи выдавать за свои заслуги. Но я-то понимаю, что это не моя абсолютно заслуга. И у меня нет ответа. Я не знаю, почему они это сделали. Может, в какой-то момент просто бывает, прикололись этого. Аллах как-то поменял сердца этих людей и изменил ее взгляд на бороду. Саламу алейкум. По статистике, в Норвегии больше половины детей, которых насильственно отнимали у родителей, становились наркоманами, алкоголиками или кончали жизнь самоубийством. Об этом замалчивают. Вау алейкум ассалам. Мне, честно говоря, незнакома эта статистика. Я не знаю, как там обстоят дела. Но в плане суицида, эти страны Скандинавии, они всегда были как-то в топе, так скажем, здесь часто кончали жизнь самоубийством. И даже вот этот витамин D, я где-то читал эту статистику, что после того, как был открыт витамин D, количество самоубийств очень сильно уменьшилось именно здесь, в скандинавских странах. И в Норвегии даже есть такой мост, который называют мостом самоубийц. Оттуда очень много людей сбрасываются ежегодно. В общем, такая проблема есть. Но вот насколько это связано с теми, кто был отобран и воспитывался в семьях. Но это же в целом, это объяснимо, да? Это же стресс для ребенка, это трагедия для родителей, для детей. Там и родители могут как бы и спиться, и наркоманами стать, и суицидниками стать, и вообще крыша может съехать. У детей то же самое. Понятно, что их приемные родители, кто бы что бы ни говорил, они не будут для них, в большинстве случаев они для них не будут хорошими родителями. В большинстве, я подчеркиваю, не значит, что всегда и везде. Конечно, есть исключения, где-то бывает, что приемные гораздо лучше там родных, да, это какие-то исключения. Но правило оно таково, что родные родители, они всегда лучше для ребенка, чем приемные. Потому что столько вопросов, интересно пропускаешь. Я стараюсь не пропускать, но, увы, извините. От бороды отстали, потому что только так Кадыров сможет скрывать свой второй, третий, четвертый подбородок. Инфа десятитысячепроцентная. Ой, Тархон. Как вариант. Тумсо, но выйдете вы из-под России. Но надолго ли? Думаете, империя оставит вас в покое? Украина о многом говорит. Есть и обратные примеры. Польша тоже о многом говорит. Ирландия тоже о многом говорит. Я же говорю, это такой круговорот. Всегда будут желающие не отпустить, не дать, прибрать. Всегда будут. Но это не должно мешать нам стремиться к этой свободе. Мы должны постоянно к ней стремиться. И мы, иншалла, ее добьемся. Другие добивались, и мы добьемся. Субтитры создавал DimaTorzok иблиц Чечни и его шайтана не боятся гнева вечного адского пламени и наказания Всевышнего. Алейкум ассалям. Потому что они не знают о нем. Они не представляют себе, насколько это будет тяжко. И я не говорю, что мы это представляем. Мы тоже этого не представляем. Вот этот ролик ГУЛАГу нет, выложенный им, вот это, знаете, хорошая аналогия. Пока своими глазами вот это не увидел, я знал, что это все там как бы есть, присутствует, что они это делают. Но увидеть это было очень серьезным потрясением для меня. То же самое и с наказанием, адским пламенем. То же самое. Если бы мы это увидели, нам бы этого хватило, чтобы больше никогда в своей жизни не делать ничего предосудительного. Проблема в том, что мы этого не видели. Мы не можем себе это представить. Мы об этом говорим, да, мы там можем об этом очень страшно рассуждать, но мы не знаем, мы не представляем себе, насколько это на самом деле страшно. Возможно, Фан, почему ты скрыл аудио и разговор на записи чеченцев, которых задержали по подозрению в теракте синагоги, так и не нашел в себе смелости сказать, что они говорили там? Про какой аудиоразговор ты говоришь, Фан? Никакого аудиоразговора не было, у меня по крайней мере не было, да и не существует его в природе, там если ты говоришь про съемку, которую они вели в машине, то я убрал из нее звук, потому что я подумал, что там музыка, на самом деле это оказывается и не музыка была, это был нашит. Но там никаких разговоров не было, там просто был этот нашит, я его воспринял за музыку. Но видите, если не я, то другие-то выкладывали его в оригинале, все слышали это, кто хочет это послушать, он может это найти, это не проблема. Если в вопросе с этой историей, с этим фейковым готовившимся нападением на синагоги или синагогу, если у кого-то есть какие-то подозрения или кто-то может что-то предъявить, покажите в конце-то концов, почему немецкие власти ничего не смогли найти, ничего не смогли доказать, уже два года не могут, просто стесняются признать, что они сфабриковали уголовное дело. Если бы там на записи, о которой ты говоришь, были бы какие-то доказательства, как вы думаете, эти ребята сейчас были бы на свободе? Салам алейкум. Потом с начала 90-х началась война в Чечне, потом и Марат Кавказ, а дальше ноль. Все наше сражение это блогеры, болтовня, продвижения практически нет. Никто из вас не говорит об этом, почему? Алейкум асалям, о чем он не говорит? Расскажите нам, о чем нужно говорить, о чем мы не говорим, может быть мы и будем об этом говорить. Сейчас у нас нет каких-то других инструментов, поэтому мы говорим. Потому что сейчас мы можем только говорить, и это важно сейчас говорить. Если вы знаете какие-то более эффективные методы, или вы знаете, что нужно говорить о чем-то, о чем мы не говорим, подскажите нам. Расскажите, может быть вы более осведомлены в этой теме. Но лучше всего было бы, если бы вы показали хороший пример. Самое лучшее наставление это хороший пример. Лучше взять и сделать так, как надо. А я увижу это и подумаю, о, маше Аллах, вот это то, что надо. Надо мне тоже так сделать. Это будет и лучшим наставлением для меня. Тумсо казаки утверждают, что левый берег Терека принадлежит им. Что думаешь по этому поводу? Что я могу думать по этому поводу? Я кавказец, коренной житель на этой земле. Что я могу думать по этому поводу? Конечно, это неприемлемо. Но я не могу думать по этому поводу. Подобные высказывания, они неприемлемы. Казаки это те люди, которых заселяли, чтобы закрепить свою оккупацию на этих землях. Именно так там появлялись казаки. Никто из казаков не является там каринным. Все они там пришлые. Но здесь нужно один момент просто тоже обговорить, что проживающие сегодня в Ставропольском крае, в Краснодарском крае казаки. А мы ведь с вами понимаем, что Ставропольский край и большая часть Краснодарского края, ну или не большая, скажем так, прибрежная и такая горная часть Кавказа, предгорье, точнее Краснодарского края. Это Кавказ, это никакой не Краснодарский край, никакой не Ставропольский край. Это придуманные как бы вещи. И сейчас там проживает немалое количество так называемых казаков. Эти люди, мы не заинтересованы в том, чтобы они там покидали Кавказ и так далее. Было бы хорошо, если бы они также, осознавая свою выгоду жить в таком объединенном Кавказе, в союзе Кавказских государств, одни с Россией, если бы они были бы нашими жителями, это было бы, конечно, и для них это было бы хорошо, и для нас это было бы неплохо. Тому что, приходится обращаться к тебе, другого выхода нет, помоги ради Аллаха, обратись к нему, может он, Хамза, услышит тебя? Он, Хамза, это кто? Брат Тумсо, если будет возможность оказаться от российского гражданства, ты откажешься? Конечно, гражданин Ичкерии, конечно, откажусь, но, к сожалению, у меня не будет такой возможности, потому что я нахожусь в розыске, на меня ведется уголовное преследование в России, а человек, в отношении которого ведется уголовное преследование, ему не дают отказаться от гражданства, поэтому, к сожалению, в моем отношении это не работает. Но я бы это, конечно, с удовольствием сделал. Это бы и многие вопросы, и многие проблемы мои, связанные с Россией, с этим гражданством, эти проблемы бы мои решились. Но, учитывая, что эти проблемы у меня решатся, они, конечно же, мне не дадут этого сделать, чтобы не способствовать решению моих проблем. Спасибо. 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 Ну что, суперчат не доходит? Да, вроде бы доходит, я, по крайней мере, здесь видел уже ни одно сообщение. Может, в каких-то странах не работает? В том что, ведь Даудов обещал, что из розыска снимут себя. Даудов обещал, а не прекратили уголовное преследование в отношении меня по статье 208-й части 2-й, незаконное вооруженное формирование за пределами России, и возбудили другое уголовное дело по более тяжкой статье 205-й, 205.2, точнее. Это терроризм, публичные призывы, публичные оправдания к терроризму. И по этой статье и срок больше, и наказание строже. И, короче, сейчас они по этой статье пытаются меня преследовать, как обычно Интерпол, в общем, все дела. А человек, который под административным надзором, может отказаться от гражданства, если он хочет покинуть страну? Это кто знает? Ответьте, пожалуйста. Нет, люди, во-первых, должны понимать, что для отказа от гражданства у вас должно быть какое-то иное гражданство. То есть это так работает. Сначала у тебя должно быть другое гражданство, и ты после этого, уже имея это второе гражданство, ты отказываешься от первого. Если ты, допустим, гражданин двух стран, и, ну, с Россией, и там какой-то, скажем, еще одной, и тебя в России посадили, потом ты вышел и находишься под надзором, то тебе, ты не можешь покинуть страну. Тебе не дадут они отказаться таким образом от гражданства. Тебе придется сначала ее покинуть, а после этого уже отказываться. Но если ты ее нелегально покинешь, будучи под надзором, и подашь документы на отказ, то тебе тоже не будут отказаться. Тумсо, можно ли говорить, что такие страны, как США и государство Европы, могут быть союзниками Кавказа? Они под предлогом борьбы с юридизмом размобили исламские страны? Конечно, могут. Конечно, они могут быть союзниками. В зависимости от ситуации, от того, кто является врагом, у тебя бывают и союзники. Поэтому, да, они могут. Не в составе России вас серьезнее. Одна держава не воспримет военное время и просто сомнут, как препятствие. Анализируй больше, не смотри с позиции обиды. Антон Антошкин. Антон Антошкин. Я не понял, про какую войну он говорит? Военное время. Про какое военное время ты говоришь? Ты в смысле уже, как бы, у тебя уже военное время, ты живешь? Время войны? Даже если так нас это устраивает, я думаю, не тебе нужно беспокоиться о нас. Мы как-нибудь сами о себе беспокоимся. Найдем для себя союзников. Как-нибудь выпутаемся из ситуации. Не переживай. Ты как-то говорил недавно, что что-то расскажешь важное, и ты намекнул, что типа лорд уже понял о чем ты. Это было 2-3 недели назад. Что за новость? Я не знаю, я не помню. Я не знаю, я не знаю. Тум-со, США кинули Абдонистан, и не думаю, что их хоть как-то заботит Кавказ. Странно называть оккупантом и злодеем Россию, но я вас понимаю, при этом восхваляя их же. Я же говорю, в зависимости от того, с кем ты враждуешь, у тебя бывают и союзники. Это как бы правило геополитики. В политике нет такого, что я вот такой хороший парень, и все, каждый, кто нехороший, он для меня враг, так не бывает. Ты в зависимости от ситуации, от того, какие у тебя интересы, ты заключаешься с какими-то странами, выгодные для себя союзы, отношения и так далее. В этом нет ничего предосудительного, неправильного. Так всю жизнь, всю историю, так существовали страны, империи, народы. И так они будут существовать. Поэтому вот эти вот аргументы, там они вот плохие, они могут быть плохими в каких-то вопросах, мы можем быть тоже не в восторге. Но пока враг нашего, врага наш, пока они являются врагами нашего врага, они будут для нас союзниками. Таково правило. Если это как-то изменится, если поменяются враги, то у нас будут уже другие союзники. Всегда так строилась политика. Что-то про деньги, в том, что типа кадыровцы и попали на деньги, но еще не поняли. А мой брат же выложил эту тему. Ответь, пожалуйста, как ты относишься к диктатору Рахманову? Крайне негативно я к нему отношусь. В том, что я в такой ситуации, я подал на гражданство документы, они говорят, надо отказаться от российского, не знаю, что делать. Те люди, которые имеют статус беженца в какой-либо стране, они не должны отказываться, как правило. То есть им делается эта скидка, так как они не могут обращаться в посольство. Но если вы подаете, имея просто вид на жительство, из гуманитарного соображения или по работе, как-то так, вы получили право на то, чтобы подавать на гражданство, то в этой ситуации вам придется самому подать заявление в российское посольство на отказ от гражданства, пройти эту всю процедуру и после этого вам будет, если они посчитают нужным, они вам дадут гражданство. К сожалению, да, в тех странах, где запрещено, у которых нет двойного гражданства с Россией, они требуют, чтобы вы отказывались. Сколько Кадыров будет воздавлять республику Ичкерия, говорит. Даже этот вопрос, по-моему, просто убил мой мозг. Ты на митинг хоть один выходил? О независимости, он говорит, не смеши. Да, когда у нас дома были митинги, я был тогда маленький, я помню, выходил. Постоянно тусовались на этих митингах. Тумсо, как ты объединишь что две национальности Кавказа, где у каждой национальности по две-три претензии к соседней, территориальной, кровной, исторической. Вообще без проблем мы это сделаем. Просто нам нужно, чтобы Россия оттуда ушла. И вот все эти проблемы, о которых ты говоришь, территориальные, кровные и прочие. Эти проблемы, они решаемые в очень короткий срок. Вот пока у нас не было России, у нас не было никаких проблем, ни территориальных, ни кровных. Заметь, мы постоянно вот эти вот 102, я не знаю, как ты там почитал эти национальности, мы постоянно жили рядом друг с другом и никогда друг с другом не воевали. Ни одной нет войны в истории у кавказских народов между собой. ни одной. Но как только у нас появилась Россия, у нас появились вот эти территориальные какие-то конфликты, какие-то даже столкновения, ингушей столкнулись с осетинами, замену этого, замедленного действия заложили между Дагестаном и Чечнёй. Это делала и делала всегда Россия. Вот нам нужно избавиться от этого выгодополучателя, от страны, которая получает выгоду из этих конфликтов. Как только мы её оттуда уберём, выгодополучателя нет, соответственно, от этих конфликтов никто не выигрывает. Когда мы все это понимаем, что никто не выигрывает, мы эти проблемы решаем. очень легко. Сначала полный мораторий вводим на все вот эти вопросы территориальные и прочие. А потом, в зависимости от того, где и какие конфликты, например, очень остро сегодня стоит осетинно-ингушский конфликт. Его решаем таким образом, чтобы гарантом непролития крови были соседние народы, исторически проживающие рядом с осетинами и ингушами. Также решаем вопрос Грузии и Осетии, который тоже сегодня остро стоит. Грузия это тоже неотъемлемая часть Кавказа, надо помнить. Это та сторона нашего хребта, это Южный Кавказ, который Россия никогда не хотела признавать Кавказом, но это Кавказ. Грузино-Абхазский конфликт, он тоже моментально решен. Как только оттуда уходит Россия, мы эту проблему очень быстро решаем. Так что я не буду здесь изобретать велосипед, мне не нужно ничего придумывать. Мы эту проблему решим так, как мы всегда подобные проблемы решали до прихода к нам в России. Мы же как-то жили и решали эти проблемы, вот точно так же будем решать. субтитры и субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... ...за это, что якобы он там что-то вот именно по надзору нарушил. Если это так, то да, в твоем отношении они попытаются, по крайней мере, сделать это. Тебя, конечно, могут не выдать. И, скорее всего, тебя удастся как бы отбить. Тем более, если у тебя двойное гражданство, тебе нечего переживать. Тебя они не выдадут. Но отказаться от гражданства тебе не дадут. Скорее всего. Продолжение следует... Саламу алейкум. Я здесь, СМИ. И так и дальше будут обвинять кавказцев во всех их бедах. Возможно ли дестабилизация на Кавказе и свержение власти, которая там находится? Вообще, то, что они сейчас делают, это напоминает такую бурю в стакане. Бывает, когда они специально нагнетают что-то, чтобы провернуть какую-то свою операцию. Но, не знаю, давайте будем просто наблюдать, смотреть. Я, как я всегда вам говори, не умею делать эти прогнозы. Но не просто так это происходит. Сначала там каких-то дагестанцев, чуть ли, я не знаю, на всю страну это показывают. Того, с кем они там подрались, его награждают, чуть ли героем России. Потом история с этими выходцами из Азербайджана, гражданами России, которые подчеркивают, что это сначала кавказцы, потом закавказцы. Ну, это очень странно. Как будто мы стоим на пороге грандиозного шухера. Саламу алейкум, Тумсо. Ты очень правильно сказал, что без России конфликты решались мирно. Получается ли, что вопрос Азербайджана с Визгистаном также будет решен без кровопролития, если не Россия? Вау алейкум ассалам. Я думаю, да. Я думаю, да. С одной стороны, не хотелось бы видеть Чечню под гнетом России, но с другой, мы знаем о путинской жестокости. Они готовы вырезать целый народ. Пока время не пришло, наверное. Как вы думаете, Тумсо? А я не понял вопроса. Ну, я думаю, да. Как они могут отказать в гражданстве, если уже есть другое гражданство? Они не откажут, просто уголовное дело твое останется, но как иностранного гражданина. Нет, если в твоем отношении есть какое-то производство, то они тебе не дадут отказаться от гражданства. Ты как Путин на правой руке часы носишь, почему? Мне так удобно, Артем Чолян. Тонса, почему-то ни разу не отвечаешь на мой вопрос. Задай его, пожалуйста, еще раз, Акелла. Я, может, не пропустил его, не заметил. Спасибо. Спасибо. Скажи, что те не только были азербайджанцы, но вообще не азербайджанцы. Скажи это, я не знаю насчет того, что не были азербайджанцы. Официально у них, ну я видел их имена, фамилии, там они были, ну азербайджанские были фамилии. На Аглы заканчивались. Тонса, как думаешь, они серьезно сейчас специально активизировались в своем национализме в плане натравления русских на кавказский и среднеазиатский национальности? Продолжение в следующем сообщении. Ну, я не знаю, друзья, я же говорю, я смотрю на это с таким подозрением. Я вижу, что это не просто так происходит. Резко они начали прям нагнетать вот эту ситуацию. Но для чего они это делают, нам остается только догадываться. Продолжение следует... В России вы много говорите, даже цыгане точно говорят. Неплохо, неплохо. Ладно, это, конечно, был убедительный довод, убедительный аргумент. Принимаю. Томсо, ты знаешь Азиза Батукаева? Лично я с ним не знаком, но заочно знаю, кто это. Томсо, не считаешь ли ты, что Навальный это проект Кремля? Тип в России есть оппозиция. Я даже не буду это дочитывать. Нет, я это не считаю. Агент Кремля... Агента Кремля новичком не травят. Проекта, точнее, Кремля не травят новичком. Как ты думаешь, сможет ли Союз Государств Северного Каза противостоять другим странам в войне? Конечно, сможет на карту просто посмотреть, если такой союз организуется, насколько это будет мощное образование на политической карте мира. Россия уже не просто так прислал Аллах. Мы грабили друг друга и похищали людей, продавали в рабство. Ты говоришь, что жили дружно. Далеко не правда. Далеко не правда то, о чем ты говоришь, Еврагим Кориков. Тебе бы свою историю, историю своего народа, наших кавказских народов получить. У нас в большинстве кавказских народов вообще не было рабовладельчества. Это не про нас. У нас были, конечно, какие-то там отдельные моменты какого-то бандитизма. Но это везде есть, везде как бы встречается. Но мы веками сосуществовали. И не было у нас вообще ни одной войны в истории, чтобы мы там друг с другом какие-то народы у нас воевали. До прихода к нам России у нас ничего подобного не было. Так что не говорите подобные вещи, глупости абсолютные. Да, понятно, нам всегда было и есть над чем работать. У нас всегда будут какие-то проблемы. Вы думаете, есть какое-то идеальное общество или вообще оно когда-то было? Конечно, нет. Оно всегда есть и будет. В праведном халифате и при Абубакре, и при Умре, и Усмане, и Али были довольны ими всеми Аллаху. Вы что, думаете, не было преступности, что ли? Тоже было, и они решали эти проблемы. Так что в таких моментах они у нас всегда будут. Но вот так вот глобально, чтобы говорить, что у нас там чуть ли мы в каком-то нечестии находились, но это неправда. Как раз таки даже во время нашего невежества мы, в отличие от других народов, которые также пребывали в невежестве, у нас наши очень строгие такие консервативные обычаи, наши адаты, так сказать, не позволяли нам. Очень много всякого разврата, который присутствовал у других людей, у нас его не было. В том числе, в Швеции тоже спрашивают, нет, у нас тут вообще сейчас все ограничения сняты. Их тут и так особо не было никаких ограничений. Чтобы вы понимали, тут даже маску носить было необязательно. Вообще никогда здесь не было ношения маски обязательно. Единственное, какой-то период был, когда там в аэропорту, например, ты должен был вот внутри аэропорта находиться в маске. Тебе говорили, как бы вот здесь вот ты заходишь, одевай маску. Все, на улице, в общественном транспорте, нигде там чисто рекомендации были. А сейчас вообще нет никаких масок, ничего ты носить не должен. Никакой социальной дистанции ты уже не должен соблюдать. Ничего подобного нет. Ладно, все, друзья, давайте на этом будем завершать. Если у нас нет ничего, ага, ничего нет. Все, увидимся с вами, иншаллах, в воскресенье. Жду вас всех здесь же, на этом YouTube-канале. А сейчас мы все с вами встретимся, иншаллах, в голосовом чате у Хасана Халитова. Переходите, я чуть попозже тогда присоединюсь, иншаллах. Давайте пообщаемся. Все, вся хвала принадлежит Аллаху Господу миру. Субтитры создавал DimaTorzok